Добрый день с канала InDubai. Меня зовут Анна. Сегодня я вам расскажу, как составить резюме, чтобы найти работу в Дубае. Итак, вы приехали в Дубае. Вы купили местную сим-карту. Вам нужно составить резюме, чтобы начать искать работу. Что сделать? Составьте резюме коротким. Одна-две страницы. Пусть оно будет лаконичным и простым. И там будет указана только основная информация, которая необходима. Обязательно поставьте в резюме фотографию. Простенькую фотографию, как вы бы сделали на паспорт. Следующее. Что указать в самом начале резюме? В самом начале резюме обязательно укажите имя, возраст, ваше местоположение именно в Дубае, где вы сейчас живете. Можно указать район. Если у вас есть водительские права, местные, я имею в виду, водительские права и машины, обязательно тоже укажите в начале резюме. В графе национальность следует указать, то, из какой страны вы приехали. Если я по национальности гатаря, то я пишу, потому что я приехала из России, то я напишу в графе национальность, что я Russian Federation. Окей. Дальше мы пишем контактную информацию, e-mail и ваш номер телефона. Обратите внимание, что люди, которые занимаются подбором персоналов, каждый день получают от 500 до 2000 резюме в день. И поэтому ваше резюме должно быть уникальным, оно должно цеплять, и оно должно продавать человеку возможность и идею позвонить, взять телефон и позвонить вам и пригласить на собеседование. Дальше. Опишите свой опыт. Укажите должность, название компании и ваши обязанности на работе. Вообще будет здорово, если должности будут одинаковые, ту, которую должность вы ищете, и та, которая была у вас на предыдущем месте работы. И обязанности тоже желательно должны быть похожими. Люди в Дубае не любят обучать. Людей не просто ищут уже готовый персонал, который не нужно обучать, а уже они сразу приступят к работе и будут добиваться своих целей на работе. Что еще? Укажите образование, степень, что вы закончили, какая у вас специализация. Обязательно, конечно, перечислите свои положительные стороны. Это очень здорово. По поводу уникальности. Ваше резюме должно быть уникальным. Я вам расскажу о себе, как делала я. Я, так как у меня был опыт небольшой работы на телевидении, на телеканале в Селфа, я сделала, помимо резюме, еще портфолио, в котором разместила ссылочку на мою передачу, на одну из моих передач, и, соответственно, когда рассылала резюме, прилагала файл с портфолио и резюме, и в теме резюме писала CV и портфолио Анны Надыровой. Удивительно, что когда я стала делать так, люди стали звонить намного чаще. 3-4 звонка в день, 3-4 приглашения на собеседование. Иногда даже 2 собеседования в день было. И я очень быстро нашла работу. Если ваше резюме, ваше письмо, оно уникальное, оно отличается от других, тогда вам ваше письмо откроют, его прочитают, прочитают ваше резюме, обязательно пригласят вас на собеседование. А это уже шанс получить работу. Конечно, помните, что вам нужно обязательно написать текст в вашем e-mail. Это называется cover letter. Я думаю, вы об этом знаете. Указывайте без cover letter. Что я хочу еще сказать? Без cover letter не отправляйте ваше резюме, его могут просто не открыть. Вы потеряете шансы найти работу. Когда вы будете писать в cover letter, используйте вежливый английский. А завтра в своей группе я выложу несколько советов, какие фразы указывать, как писать, что такое вежливый английский здесь в Дубане. Итак, подведем небольшой итог. Ваше резюме – это реклама. И реклама должна быть эффективной. И помните, что есть несколько шагов до получения работы. Первый шаг – это когда вы отправили резюме, и человек видит тему вашего e-mail. Эта тема должна побуждать человека к тому, чтобы он открыл ваше письмо. Следующий cover letter – это после прочтения его он захотел бы открыть ваше резюме. Следующий шаг – если он открыл ваше резюме, он его захотел прочитать, он его прочитал, и он должен захотеть позвонить вам, это цель вашего резюме, позвонить вам и пригласить вас на собеседование. Соответственно, цель собеседования – чтобы вас пригласили на работу. И ваши цели будут обязательно достигнуты. Помните, если вы разослали тысячу резюме, и нет звонков, тогда надо что-то менять, надо искать способ, надо менять текст, надо менять название e-mail, что-то нужно изменить. Поверьте, способ всегда можно найти. Спасибо вам огромное. Мне было приятно сегодня записать для вас видео. Если оно вам понравилось, нажимайте лайк. И на следующей неделе, в субботу, я постараюсь... Я не постараюсь, я обязательно выложу вам следующее видео о том, как проходить собеседование в Дубае, и какие особенности здесь есть. Поэтому подписывайтесь на наш канал InDubai, и тогда вы обязательно не прозевайте наше следующее видео. Всем пока! Удачи!